31 марта выпал снег хотя два дня назад был плюс 14 все карантинчики делали вылазки в лес сейчас в городе шашлыков вообще не найти вот так погоду на 4 до конца недели все без изменения так с коронавирусом все автозапчасти закрыты не за ленты купить не термоусадки найти паять в минус 4 проводку я смысл не вижу поскольку старых провода мороз лучше не трогать так как все изоляция них за 32 года высохла и мороз их лучше не шевелить лишних чтобы не оборвать не обломить так скажем опять аудио меня подвисло поскольку гаража у меня нет все время все упирается все ремонты или в погоду или наличие запчастей сейчас так случилось что все упирался и в погоду и в наличии запчастей завтра должны привести замок в задний багажник у меня хотя бы его там будем смотреть по обстоятельствам как видим вечер с его на уйдет откуда как всегда короче на улице никого нет москве комендантский час объявили не знаю завтра везут замок багажник или нет то есть из-за погоды все сядут по домам на улице вообще как зуми апокалипсис никого нет такие вот дела на этом пока закончу завтра если повезут замок покажу что я купил потом уже покажу какой замок стоит на автомобиле в каком он состоянии прошло сколько там дней сегодня 3 апреля пятница купил я 4 таких кнопки ауди фольксваген заказывал 6 приехал 4 сколько там стоят жигулевские я тут носа тут этот бортиком короче при закрывании дверной карты деформировать на передних дверях поэтому решил я поменять 5 сантиметров у них длина три подушки наглушитель тоже ауди фольксваген заказывал 4 поскольку посылщики снимали заказы потом я опять повторно все заказывали количество не выставил по умолчанию там стоит одна штука поэтому я одну штуку привезли еще до заказал 4 подвески замок новый с ключами так он выглядит машине почему думал что ты тут с кабана лопнула поэтому я стал рисковать заказал новый замок с ключами ключи как бы иметь такое теснение как оригинал ауди цена что-то 486 рублей у нас как бы есть разборка самой крупной владимирской области вот такой замок возможно в дюрелевом не дюрелевом силумином корпусе цена его 500 рублей я не думаю что там будет ключи но в любом случае личинку я буду вставлять ставы возможно растут эти язычки если они там сломаны перебираю возможно просто старую личинку вставлю в этот замок поставлю на автомобиль сейчас я чуть попозже пойду ставить точнее снимать ставы посмотрим что с ним сейчас я покажу по запчастям коробка замка кронштейн выпуска этот резинки месяц назад я заказывал не были 20 рубля сейчас они уже 28 интернет опять подвис с этими коронавирусами все сидят дома в интернете так сейчас маленько загрузится покажу так продолжаем 84 рублей три штуки это по 28 рублей месяц назад я заказывал по 23 как видим теперь одна цена и одна резинка стоит 80 рублей цены подняли вообще теперь одна такая штука стоит 80 неделю назад она стоила 28 рублей я ваху и блять если честно так кнопка фиксатора вот я заказывал 6 штук 2 сняли 4 выдали 64 рубля 4 штуки стоит там что-то вообще копейки даже не помню сколько 17 рублей тут пока цена не изменилась но с резинками резинки в четыре раза почти цена выросла вот тот же самый номер понятно все с этим замок багажник 486 рублей сейчас он уже 538 за два дня еще цена выросла на 40 рубля или сколько там получается вот он код здесь кому-то надо хотя здесь тоже циферки есть какие-то да сначала 108 611 потом 755 уже снизу почему-то наверно из надпись як смещение пошло так понятно здесь вот цены такие можно сказать уж не самые хотя здесь тоже тупран такая же фирма можно было за 307 за 357 взять но там короче без фотографии так радиатор я брал 792 неделю назад сколько он сейчас стоит даже самому интересно сейчас уже 884 стоит ждал его неделю а если сразу 1200 там был что-то 1100 по-моему что-то вот так вот вот я кронштейн заказывал первый в 20 рубля сейчас он уже 80 стал еще раз может что-то изменилось ну да 80 рублей а месяц назад стал 23 кажется цены растут не по дням по часам так конштейн и жесткий глушитель средняя часть 1300 было ну и где уже по ходу нет раскупили все так задняя часть 1200 на задней части тоже нет валкер 32000 вообще так нехило не знаю кто не покупает такие вообще запчасти конечно интернет так давно был сейчас вообще шляпа полная пока ждешь составишься разоглушитель не фотографии ничего возможно все в сборе вот здесь только задняя часть идет в этом разделе ну и жесткого уже нет походу все раскупили хому глушитель по 52 рубля я там купал сейчас уже 72 то есть где-то на 20 процентов все поднялось все цены сейчас покажу еще замок так наверно тут информация еще по замку ну то есть в этом положении ключ когда замок работает только от электропривода центральный замок то есть вот это язычок моторчиком электропривода он замыкает когда заказывает открытый и уже вот этот тяга этот сам язычок входит в эту тягу и уже замок открывается то есть когда ставим машину сигнализацию язычок переходит в это положение вот это язычок выходит из этой тяги и уже как бы багажник не открывается так следующее положение такое вертикальное замок всегда закрыт и вертикальные градусов не знаю сколько здесь наверно 30 где-то идет открытие только с ключа вот эта вот тяга к ней крепится тяга к замку к самому и при нажатии тяга вытягивается и замок открывается то есть в моем случае багажник открывается в этом положении если к нему хорошенько стукнуть в этом положении он открывается в этом я не знаю открывается нет я не проверял возможно покупать новый замок не имело смысла поскольку я думал что вот эти вот тяги они должны быть вместе возможно там что-то разболтался или просто тягу надо отрегулировать но не стал рисковать купил новый замок пригодится возможно возможно нет сейчас я еще пойду к автомобилю посмотрим что там замком уже будем менять или ставить этот со старой личинкой или просто старый отрегулировать не знаю я не думал что у меня там центральный замок стоит я по крайней мере не видел что вот был моторчик к этой к этому язычку хотя может и просто не посмотрел так мельком глянул посмотрел на эти вот болтающие стяги и думал как они вообще открывает багажник все как марионетка на этом пока закончим сейчас через часик уложу детей спать пойдем смотреть что там замком так я в автомобиле в моем случае багажник открывается только в этом положении то есть два раза стукнуть по ключу в этом положении все тихо сам замок здесь концевик на тяге есть здесь что-то все печально уже болтик какой-то стоит здесь это оболомано то есть замок под замену тяг есть сначала я думал что ее нет сейчас я вот это все поменяю только личинку я ставлю старую чтобы ключ был на один один ключ на все замки здесь вот две гайки надо отвернуть все будет в руках так я тут все лишнее отключил здесь уже болтик какой-то стоит на этой тяге вот так фиксатор уже оболон усики надо что-то придумать здесь незнавидно нет стоит привод за рука потом и забраться будет сейчас я сначала снимусь и посмотрим поближе так так же замок в пластиковом корпусе хотя у нас эти экзист были силу мином я так понял походу 86 год что-то 86 стоит 08 86 86 клеймо какое-то что-то еще стоит замок я полностью разберу переставлю личинку хотя здесь шторка она не закрывается меня это как бы не устраивает возможно крышечку переставлю все вот это сломное надо поменять поэтому я считаю что замок я купил не зря тем более здесь куска не хватает как раз вот той части которая и открывает замок с ключа то есть в таком вот положении что-то закрылся не знаю возможно из-за грязи сейчас разберем посмотрим что там вон два одинаково замка один новый другой старый но хотелось чтобы машина откралась одного ключа который вот эту шторку поменяю если получится уже буду ставить на автомобиль не хотелось чтобы был один ключ от дверей крышки бака и зажигания другой багажник хотел чтобы все на одном ключе что касается фиксатора который идет на электропривод вот отверстий больше есть смысл поставить фиксатор вот фиксатор хотел купить на логан фиксатор он просто его не было тяга тяга торчала фиксатор на фиксатор 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 уже собрать эту личинку снова шторку поставить в замок также забрал замок уже видим что личинка здесь из пластика но есть резиновое кольцо в какого нет в стороне замки возможно уже личинку разбирали когда там такое говнище просто полстилен сейчас все будем перебирать и надо будет шторочками переставить на старую личинку конечно здесь секрет уже ходит легко на той личинки сейчас все секреты буду вынимать протирать прочищать стоит на место снизу старый секрет латунной сверху железной есть такая пружинка новая пружинка тоже будут стоять новые пружинки на старую личинку поскольку старые просели сейчас я все это переберу покажу что получится здесь хорошо видно что с новыми пружинками секрет вылазит где-то на 2,5 мм со стороны вылезает где-то на 1,5 мм то есть есть смысл поставить пружину новые еще такой момент на старых секретах точнее старые личинки на каждой пластинке свой номер и старые личинки 7 секретов а в новой всего лишь 5 хотя тут место под 8 даже под 10 то есть две пружинки останутся старые вот еще один секрет уже цифра 4 такие вот просевшие пружинки старые в полстилиновой смазке все закисло сейчас я все сделаю как надо вот этот крайне правы секрет или вытащил такой пластилин такая пружина просто забита наглух пластилином даже витков не видать или таким шилом смог выкварить около минуты прошло время эти старые пружинки потом ставлю на место и ставлю старый замок сейчас последний секрет пружинку буду вставлять старый какой-то из них наверно вот этот нам более почище выглядит уже будем снимать эту чашечку да кстати перед тем как собак замок точнее личинку решил я переписать все секреты с номерами которые здесь стоят возможно в будущем когда я буду что-то покупать на эту машину возможно двери замками с ручками то возможно с помощью этого кода можно будет перебрать личинку от которыми не будет ключа под мой ключ конкретно под этот так вот выглядит старая личинка с новыми пружинами 2 из которых старых все так двигается сейчас замотаю секрет скотчем и уже буду снимать вот эту шторку так заходят секреты все четко сейчас попробую замок подсунуть все вращается сейчас буду снимать пыльник так распотрошил я новую личину крепление шторки выглядит тут так то есть эта пружина вставляется в этот паз сейчас я разберу старую личинку посмотрим что там здесь то же самое только все загажено закисло сейчас вот еще заслонку посмотрим что там можно сделать такие тут наросты пластилиновой смазки сейчас я все вычищу будем уже устанавливать кстати на старой заслонке крепление маленькое другое здесь ось как бы сама заслонка сидит на оси прижимается пружиной здесь вот язычок я так понял вставляется вот в этот кончик отогнутый хотя я могу ошибаться сейчас попробую сначала этот новый приспособить если не получится может старую установлю как ни странно все подошло вот вот сама заслонка сделана такими петлями ну и пружина загибулькой то то есть сюда нажимаем и пружина стремит эту заслонку поднять шторку или как она там называется правильно поэтому оставляем новую смазать я смазкой не буду смажем моторным маслом поскольку вся эта смазка так скажем консистентная она затердевает превращается в пластилин вот так выглядит новая личинка так я тут завальцевал маленько все четко отключим неудобно сейчас попробую выключим еще все упало короче все работает пока и так у меня выглядит новый замок со старой личинкой с новой шторкой или заслонкой как она правильно называется здесь не удержался намазал литиевой смазкой так по-сиротски навалил здесь сейчас пойду поставлю на машину посмотрим что там получилось так замок я поставил горизонтальное положение привод от электро замка центрального это вертикальное положение всегда закрыт идет уже от ключа все фиксируется все четко так же заглушка шторка это все четко здесь сейчас закрыли крышку посмотрим что получилось дальше центральное положение центральное закрыт горизонтальное от электрозамка поскольку язычок там не подключен к тяге сигнализации тоже нет поэтому закрыт и уже с ключа все работает все фиксируется одной проблемы меньше остается у меня проводка и поиск стрекозы поскольку все автозапчасти будут закрыты с путинскими уходными до 30 апреля провода я переделать не смогу поскольку у меня не изолитно ни термоусадки нет где-то здесь надо поменять клемму с проводом если я приспособу для зажима клемму могуще взять на прокат так скажем то клемму я уже найти не могу поэтому по проводке все будет без изменений до 30 апреля поэтому видосы пока по ауди я заканчиваю всем пока